Проблема квалифицированных кадров в хлебной отрасли, техперевооружение пекарен, расширение ассортимента. Эти и другие проблемы сегодня обсуждают представители хлебопекарных организаций не только республики, но и из Кировской области и Коми-Пермятского автономного округа. В Сыктывкаре впервые проходит форум хлеба. О технологиях традиционных и новых Елена Кононова. Хлебобулочные изделия в Коме сегодня производят 136 предприятий, малых, средних, крупных. Чтобы конкурировать на этом рынке, каждому приходится держать планку, внедрять новые технологии, расширять ассортимент. Особый акцент на так называемые здоровые сорта. Впрочем, небольшие предприятия сегодня чаще всего работают на старом оборудовании. Купить новое им не по карману. За замену всего одной печки необходимо выложить больше миллиона рублей. Субсидии для нас не очень-то предусмотрены, так скажем, и предпринимателям небольшому надо выживать самому. Это очень тяжело, но мы стараемся, может быть, где-то кредиты берем, стараемся обновлять свои производственные мощности, чтобы они были на уровне современном, так скажем, и чтобы хлеб был современного качества и полезен для здоровья. Благо, расширить ассортимент сегодня несложно. В России работает сразу несколько компаний, которые производят готовые хлебные смеси. Например, наши пекари работают с кировчанами. Сейчас собрать хлеб из 16-18 компонентов, но это очень много. Причем есть компоненты, которые безировка очень маленькая и просто бывает нет весов. И нужна точность и внимательность каждому ингредиенту. А когда есть смесь, готовая к употреблению, или какой-то концентрат, который можно смешать с мукой, водой, добавить дрожжи, и здесь уже гораздо проще работать. И предприятие может выпустить гораздо больше, шире ассортимент, больше продукции за то же время на том же оборудовании. На новый ассортимент требует грамотных специалистов. Поэтому полтора года назад в Сыктывкарском торгово-технологическом техникуме, это единственное учебное заведение в Коми, которое готовит пекарей, открылся Центр профессиональной квалификации. Здесь ежегодно более 100 сотрудников хлебозаводов осваивают новые технологии. Прежде чем направить группу своих специалистов, которых они хотят обучить, мы согласовываем учебную программу, учебный план, и по этому учебному плану учим для конкретного предприятия. Задача нынешнего форума – собрать лучший опыт и наработки предприятий Коми и других регионов, чтобы внедрение так называемой ХАСП, которая ужесточает требования к пекарням, прошло для предприятий республики безболезненно. Это требование системы контроля качества на всех предприятиях пищевой отрасли, которые необходимо ввести и на хлебопекарных производствах. Они сложные, они дорогие, они должны быть выполнены независимо от объема выпекаемых хлебов. То есть крупное предприятие выполнить легче, мелкому гораздо сложнее. Главные вопросы пекаря обсудят сегодня. Второй день форума – практический. Представители 23 хлебозаводов покажут свое мастерство. По условиям конкурса им предстоит испечь пирог с начинкой и Коми национальную выпечку из ржаной муки. А после члены жюри объявят имя победителя и подведут итоги встречи.